В эфире новости губернии. Здравствуйте, в студии Сергей Дрожевкин и Татьяна Потоцкая. Сначала куртка о главных темах выпуска. Дорогой наследие, как преобразится Самара, когда и за чей счет? Подробности визита министра культуры страны в 63-й регион в нашем выпуске. С новым прежним мэром в Щапаевске официально вступил в должность глава города Дмитрий Блынский переизбан на второй срок. Чего ждут от него жители и как он сам расставил приоритеты? Открытие после каникул во всех театрах области. Что покажут в новом сезоне? Репертуар изучили наши корреспонденты. Грушинские платформы объединятся. Спор организаторов двух самарских фестивалей бардовской песни решали на федеральном уровне во время визита министра культуры России Владимира Мединского. По итогам встречи договорились. Уже в 2014 в регионе пройдет один грушинский алгоритм. Будет таким. Предполагается создание некоммерческого партнерства, учредителем которого станут правительство области, Минкульт и объединение авторской песни. Постоялась очень интересная и очень искренняя встреча с губернатором, который действительно грушинский фестиваль очень уважает. Я увидел, что Николай Иванович действительно болеет душой. И он это сделает, чтобы фестиваль жил, процветал и чтобы у него было большое будущее. Известно, что в руководство войдут представители обеих площадок. В структуре партнерства появится совет. Он будет решать организационные вопросы и формировать сметы. Министр культуры сообщил о готовности финансировать мероприятия из госказны. Финансовая поддержка также ожидается из областного и городского бюджетов. Мы надеемся, что в следующем году оргкомитет грушинского фестиваля будет единый. Это положительно скажется как на организационных вопросах, на бытовых вопросах, на вопросах развития инфраструктуры грушинского фестиваля. Нам бы всем хотелось, чтобы это было не две площадки по 30 тысяч, как сейчас, а чтобы это была единая команда, один грушинский фестиваль, на который бы приезжало хотя бы по 200 тысяч, как в последние советские годы. Нам удалось, в общем, не в простой очень дискуссии. Там были моменты, когда почти все рушилось по ходу беседы, но в итоге было принято решение, которое было озвучено. На мой взгляд, это очень важное для Самары и Самарской области решение. Также во время своего визита в 63-й регион Владимир Мединский осмотрел достопримечательности Самары, оценил их состояние. В этот же день было принято сразу несколько важных решений на реконструкцию фабрики кухни. Из федерального бюджета направят 350 миллионов рублей. Кроме того, будет разработана программа по реставрации культурного наследия города, чтобы к 2018 году исторический центр областной столицы выглядел достойно. Подробнее в нашем материале. Первая точка экскурсии – Академия культуры и искусств. Сейчас в УЗИ обучается более 2000 студентов, из них 24 – иностранца. Учреждение сотрудничает с ведущими творческими организациями России. Здесь каждую неделю проходят концерты нашего филармонического центра, консерватория. И большой очень интерес и к симфоническому оркестру, и к народному оркестру. Каждый день концерты? Нет, концерты каждую неделю по понедельникам обязательно, а среда и суббота очень часто. Часть билетов пенсионерам и воспитанникам детских домов, остальные продаются. Как здесь говорят, концерты пользуются популярностью. Только в 2012 году 76 студентов стали обладателями гран-при различных конкурсов. Следующая остановка – улица Куйбышева. Здание дореволюционной постройки сейчас в лесах. Здесь был сначала коммерческий клуб, затем студенческий, потом библиотека. В какое-то время размещалась даже филармония. В новом столетии памятник архитектуры оказался в запустении. После реконструкции уже в 2015-м здесь разместится молодежно-концертный театральный комплекс «Дирижабль». Согласно проекту, внутри оборудуют залы-трансформеры. На парк нового области. Да, он совершенно... Творческие, да. Да, да, творческие вот такие вот идеи. Осмотрели комплекс пожарной части, что на Степана Разина. Сейчас здесь идет реконструкция здания с каланчой. Объекту более 100 лет. Его автор – знаменитый самарский архитектор Александр Шеребачев. С федеральной казны уже выделено 38 миллионов рублей. Это на фасад памятника. Работы внутри помещения профинансирует МЧС. Здание рассчитывают привести в порядок 27 декабря, ко Дню спасателя. Сейчас и городские власти, и областные власти уделяют колоссальное внимание восстановлению памятников. Это видно прямо, как памятники преобразуются на глазах. Самое главное – не покрасить фасад. Это самое главное – наполнить эти памятники жизнью. И что мне понравилось, то что вот в тех объектах, которые мы посмотрели, все эти памятники в перспективе имеют очень хорошую концепцию развития. Комплексный, грамотный подход. На месте обсудили и в целом развитие города. Самара должна преобразиться. Федеральное министерство поддержит не только организационно, но и материально. Мы будем совместно выходить на председателя правительства и на президента страны с тем, чтобы в рамках подготовки к чемпионату мира посмотреть и разработать специальную программу по фасадам. Я не говорю, что это будет сразу тут все вопросы тут же в течение четырех лет решены. Но можно здесь на самом деле выработать единые подходы с тем, чтобы можно было серьезно преобразить историческую часть города Самары. Не остались без внимания и музеи. Усадьба Алексея Толстого – место для Самары знаковое. Здесь история на каждом шагу. Да и само здание – давно историческая ценность. Теперь у входа всех встречает и самый популярный персонаж из детства. Похож-не похож – сравнивают с исполнителем роли Буратино. Дмитрий Иосифов специально приехал в Самару на открытие скульптуры. Домик у Рылиной работы по восстановлению продолжается. Точнее, музей модерна работает, но пока представлены не все экспонаты. Гости осмотрели интерьеры парадных залов. И последняя точка визита министра – это здание фабрики кухни, памятник регионального значения. В 2004 году он попал в частные руки, в 2008 был перепродан. Сейчас областное правительство уже предпринимает шаги по возвращению здания в областную собственность. Переговоры находятся практически на стадии завершения. Во время встречи решили, в этом здании откроется центр современного искусства. Район удобный, практически в центре. А значит, проблем с посетителями не будет. Вы присутствовали сейчас все только при историческом событии. Принятие решения о восстановлении одного из символов Самары. И в будущем одного из самых главных, важных символов, который, я уверен, в том числе и в рамках чемпионата мира по футболу станет украшением. Который будет привлекать, посещать будут туристы обязательно, что это и ЮНЕСКО, и все, в общем, особенности. В принципе, подобного рода масштабных центров современного искусства и авангардов, кроме как в Москве, больше нет в стране. Если нам удастся этот проект осуществить, я думаю, что культурная жизнь Самары действительно объективно может выйти на другой уровень совершенно. Да и значение Самары в мировом мире культуры. На реконструкцию здания из федеральной казны направят 350 миллионов рублей. Ольга Павловская, Татьяна Потоцкая, Алексей Веремискин, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Официально вступил в должность мэр Чапаевска. Дмитрий Блынский был переизбран на второй срок. Он набрал 94% голосов, то есть абсолютное большинство. В субботу, что символично, в День города состоялась торжественная церемония вступления в должность, после которой Дмитрий Блынский обозначил главные задачи на ближайшие несколько лет. День города отмечают на главной площади. За пять лет Чапаевск изменился. Появились дороги, отремонтировали многие здания. В 2008-м за Дмитрия Блынского проголосовало 52% избирателей. Сейчас цифра выросла практически в два раза. Это успех, говорят эксперты. Такого еще не было в Самарской области. Всего хорошего мы только от него ждем. Всего хорошего. Он вообще себя показал с очень хорошей стороны. Вообще город преобразился. Я тут всю жизнь живу. Ну, чтобы это еще лучше становилось, еще чище, еще красивее. Ремонтировали, чтобы здания старые. В заседании городской думы прямая трансляция на главную площадь. С победой мэра поздравляют первые лица области. Обращение от губернатора Николая Меркушкина зачитал председатель губернатской думы Виктор Сазонов. Доверие, оказанное вам избирателями, это огромный стимул для того, чтобы направить все силы и энергию на реализацию новых перспективных замыслов, внедрение современных подходов к решению задач социально-экономического развития городского округа. Дмитрий Блынский признается, прошедшие пять лет легкими не назовешь. Наводили порядок, создавали элементарные условия для жизни. Сейчас на повестке дня открытие новых предприятий. Рабочих мест не хватает. У нас очень высококвалифицированные, любящие работу люди. Задача наша вернуть их сейчас назад. Мы сейчас, вы знаете, вы присутствовали на открытии, губернатор приезжал, нового предприятия по производству жгутов, проводов для автомобильной промышленности. Там будет работать две тысячи человек. Вот уже это предприятие нам очень много решили. Мы сейчас еще два тоже хороших предприятия в стадии проработки ведем. Открытие новых производств в Чапаевске – это вопрос примерно двух лет. Ольга Павловская, Александр Ерофеев, новости губерния, Чапаевск. Подвели итоги и наметили планы в Самарском рекотделении «Единая Россия». Основная тема партийной конференции – прошедшие выборы. 8 сентября в регионе состоялись 24 избирательные кампании. Результаты показали. За партию власти голосовало большинство. Эти результаты, они нас обязывают. Любые результаты на любых выборах – это всегда аванс от избирателей, всегда доверие. И мы сегодня будем говорить о том, что это доверие нам очень и очень важно отработать. Также в ходе конференции был утвержден обновленный состав регионального полицсовета и определился состав делегации, которая примет участие во Всероссийском съезде «Единой России». Он пройдет в начале октября в Москве. Итоги выборов и будущей Тольятти обсудил губернатор Николай Меркушкин с представителями местного бизнеса. Предприниматели намерены принимать участие в развитии города и при этом смогут и сами рассчитывать на поддержку властей. Главная цель – быть конкурентоспособными. Сейчас внимание инвесторов, в том числе иностранных, приковано к особой экономической зоне и технопарку. Но при этом глава региона подчеркнул – предстоит большая работа. Программу развития «Автограда» должны разработать в максимально короткие сроки – до ноября. Надо сейчас сконсолидированно максимально решать те проблемы, которые стоят перед нами. Заводить какие-то политические заварушки, какие-то схемы, чьи-то амбиции. Надо успокоиться. Успокоиться и делать то дело, которое каждый должен делать. Николай Меркушкин поднялся на одну строчку в рейтинге лучших лоббистов России. В сентябрьском списке, опубликованном независимой газетой, губернатор Самарской области занял 11 место в категории «Лоббисты – региональные лидеры». Также на прошлой неделе появился свежий рейтинг влиятельности глав регионов за август, составленный агентством политических и экономических коммуникаций. Исследователи разделили всех губернаторов на три категории. Вместе с московским мэром Собяниным, главой Ингушетии Евкуровым, Николай Меркушкин вошел в первую двадцатку региональных лидеров. Их определили как очень влиятельных. В этом списке глава 63 региона – шестой. А в Усть-Кенельском завершился крупнейший агропромышленный форум. По его итогам, золотую медаль за эффективное животноводство и достижения в пищевой и перерабатывающей промышленности получил свинокомплекс «Юбилейный». Предприятие в Кенельском районе возродил инвестор при поддержке областного правительства. Мясные деликатесы на любой вкус и кошелек на протяжении всей агропромышленной выставки не протолкнулся у стенда «Юбилейного». В этом крупнейшем в регионе свинокомплексе разводят элитные породы, в том числе ландрас. Особенность – качество мяса, в котором прослойка шпика в один сантиметр. Из него изготавливают изысканные деликатесы. Очень вкусно. Мне даже захотелось купить. Мясо у нас очень вкусное и людям тоже нравится, как и нам. Свинокомплекс «Юбилейный» – самый мощный в Кенельском районе и один из крупнейших в регионе. Производительность – 7,5 тысяч тонн мяса в год. Сейчас сложно представить, что еще несколько лет назад предприятие, правда, под другим названием, было банкротом. Владелец компании «Юбилейный» приобрел заброшенный свинокомплекс «Алексеевский». В советское время он показывал высокие результаты по производству свинины, но в 90-е годы поголовье сократилось, а в последние годы комплекс и вовсе был законсервирован. Новый инвестор возродил производство, завез животных и сегодня на трех площадках числятся 100 тысяч голов свиней, в том числе породы ландрас. Ее пытались разводить в Самарской области, но мало у кого получалось. Это мы сделали в кратчайские сроки. С 2011 года мы его запустили. Конечно, никто не верил, что он возродится, но на сегодняшний день вы прекрасно пользуетесь нашей продукцией. И эта продукция, она экологически чистая. Производство мяса свинины в Самарской области является перспективным делом. Сегодня одним из основных производителей в регионе является юбилейный предприятие. Заручилась поддержка областного правительства, что особенно важно в момент вступления России в ВТО. Мы получаем субсидии, но это дает возможность, это уже дает огромную нам возможность, даже если мы вошли в ВТО, такой трудный год, который на самом деле он был для всех, сельхозпроизводительный, очень трудный год. Ну и мы надеемся, конечно, и на дальнейшую поддержку. Юбилейный развивает и собственную переработку, и свою торговую сеть. В Алексеевке, Кенельского района, открыт первый магазин по продаже свинины. 42 наименования, полуфабрикатов, мясных деликатесов, а также холодец. В планах открыть еще 10 торговых точек в Самаре. Площадь каждого магазина будет варьироваться от 120 до 150 квадратных метров. Предприятие планирует увеличивать объем производства, а значит создавать дополнительные рабочие места. В Самарской драме открыли сезоны сразу межрегиональным фестивалем «Волготеатральное». Он проводится в Самаре впервые, но скоро станет традиционным, по крайней мере, на это надеются организаторы. Дарья Болгова изучила культурную программу. Всех поклонников театрального искусства в Самарске драматически в этот вечер привлекали звуки оркестра. Открытие первого межрегионального фестиваля «Волготеатральное» – событие уникальное. За неделю творческие коллективы из разных городов по Волжье покажут свои лучшие спектакли. Мы порой знаем, что творится в Европе и в столицах, но не знаем, что творится у нас под боком. И поэтому объединяющее значение фестиваля имеет большое значение. Открыла фестиваль комедия «Золотой слон» Казанского академического театра. Всего члены жюри рассмотрели более 30 заявок на участие. И, как признаются, выбрать лучших было нелегко. Мы постарались так, чтобы афиша была многообразная. Там разные жанры, разная драматургия, классика, современная, зарубежная, русская. Очень разная стилистика. Они едут для того, чтобы показать себя где-то еще кроме своего города. В своем городе к ним уже привыкли, их знают. А они едут в другой публике, в другую какую-то театральную ситуацию. Фестиваль на неделе обещает быть яркой и насыщенной как для зрителей, так и для участников. А в будущем проведение фестиваля в Самаре может стать традицией. Конкурсную программу организаторы планируют проводить каждые два года. Нариболгова, Олег Айдаров, Новости губерния. Для зрителей помладше в регионе стартовал пятый международный фестиваль национальных театров «Кукол». 19 стран, 19 спектаклей и неделя открытого показа. Организаторы рассчитывают на аншлаг и намерены собрать не меньше 5000 зрителей. Татьяна Пудова продолжит. В театрализованном шествии начинается в Самаре пятый международный кукольный фестиваль. После тщательного отбора организаторы отдали предпочтение и 19 спектаклям. Афишен на любой вкус. От сказок для семейного просмотра до постановок по шедеврам мировой классики и сюрреалистических фантазий. Мы, взрослые, должны именно это рассказывать нашим детям и показывать. Чтобы они вышли в жизни, любя все, что их окружает. И несли добро. Всю неделю на самарской сцене будут выступать артисты из 19 театров мира. Часть спектаклей предназначена не только для детей. По словам кукольников, это возвращение к традиции странствующих балаганов. Постановки которых были рассчитаны именно на взрослую аудиторию. Это и спектакль нашего самарского театра «Кукол» о войне, который называется «Ах Самара». Будет спектакль мистера Панча из Англии, Фредерика Кодорода, где он будет показывать спектакль по национальному своему герою Панчу. Это родственник нашей Петрушки. Будет спектакль для взрослых актеров из Португалии. На фестивале будет представлено все многообразие кукольного мира. Марионетки, перчаточные планшетные куклы, театр теней, а выступление немецкого коллектива, даже самых усидчивых зрителей заставит сорваться с места и выйти на сцену. Актер у нас поет с публикой, разговаривает с публикой, а публика участвует почти 80% в спектакле. Дети делают с нами вместе, они не только учатся считать на немецком языке, после спектакля они поют немецкие песни. Фестиваль завершится 21 сентября. В программе не только спектакли, но и эксклюзивные уроки мастерства от лучших российских и зарубежных кукольников. Татьяна Подова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. И на этом у нас все новости. До свидания. Во вторник синоптики обещают облачную погоду. Местами по области не исключены небольшие дожди. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 8-13 метров в секунду. Столбик термометра в ночные часы покажет 9-14 тепла. Днем воздух прогреется до 15-20 и выше нуля. На севере и западе региона плюс 14-20, на востоке и юге около 19 тепла. В областной столице ночи плюс 11, днем Самаре и Тольятти 17-19 выше нуля, перемена облачность и небольшой дождь. Редактор субтитров А.Семкин